ребятушки всем здравствуйте меня зовут карина и добро пожаловать на мой канал в данном видео я хочу вам показать все мои раскраски от кербера за носа и готовые работы в них давайте сразу начнем у меня всего шесть книг кербера за носа всего это я говорю дабы уменьшить их количество потому что их много у меня опять в русском издании и одно в английском иностранном давайте начнем с геоморфоз геоморфозы это та раскраска которая больше всего хотела и она не заполненная вообще меня это расстраивает но я ничего с этим пока поделать не могу следующая раскраска это метаморфозы в ней у меня по моему две готовые работы на свой жди это не готовы одна с половинкой маленькая поправочка это вот такой вот хвост его я делаю интенсиями полностью и фон это карандаш по моему фабер касту но не жалею я карандаш и фаберы это вообще не готовая сова к моему большому тоже сожалению хотя я очень хотела ее раскрасить если кто знает оригинала луны тут нету и она просто вот сова без фона хотя многие кто видел эту работу точнее незаконченную работу утверждали что это не луна земля ну к сожалению как получилось больше в этой книге у меня нету раскрашенных работ далее идут фантоморфозы готовы здесь одна с половиной тоже иллюстрация люблю видимо оставлять последнее время половинки вот такой вот череп его я раскрашила на хэллоуин он очень многим понравился особенно вот этот эффект светящихся бабочек нравится мне тоже такая штука с подсветками она у меня всегда получается и и и и и знаю что тут еще должно быть вот тоже начала я его к хэллоуину тыкву но к сожалению не срослось у нас не до конца надеюсь что к следующему хэллоуину я смогу его раскрасить к тому же он не так уж не скоро аниморфозы тут у меня по моему четыре или даже пять работ готовых вот такой вот гепард я старалась сделать более-менее не в разраб в разнообразных оттенках чтобы они хоть как-то сочетались он не выглядел на ляписто надеюсь мне это удалось извиняюсь что я так махаю руками это выходит непроизвольно вот такой вот получился у меня разворот не разворот ну короче говоря эту иллюстрацию я красила первую с калибре мне очень понравилось мне кажется крылья тут очень круто у них получились а вторую с медведями и всеми существами я красила просто так чисто для расслабона этого оленя я не закончила как и этого вообще я снимала видео для вас но она так и не вышло и не состоялась потому что я намучилась красить и вот эту листву видео было о том что дорого дешево то есть дорогие карандаши должны были быть на этой стороне а на этой стороне дешевые я хотела показать разницу и чтобы вы могли понять для себя какие вам больше подходят и вам удобно красить но к сожалению я так заколебалась вот этой стороной дешевыми карандашами детские какие-то были очень бюджетные они так тяжело наслаивались что честно мне на большую не хватило и я плюнула и бросил это видео уж извините если будет какое-то желание или запросы я сделаю такое видео но пока это трындец простите еще еще одно мне есть вот еще одна готовая работа я ее делала помню когда мне только подарили карандаши faber каста я очень хотела посмотреть насколько они яркие и специально выбрала эту картинку с цветами и пчелами мне кажется она очень хорошо придает яркость этих карандашей плюс ко всему вот этот желтый я просто влюбилась и думаю блин какой же классный оттенок хотя до этого желтым особо сильно и не пользовалась но видите все приходит с опытом и сравнением больше тут иллюстрации у меня нет моя любимка моя самая заполненная раскраска из керби к сожалению самые разваливающиеся первая моя иллюстрация тут весь подводные мир и земной и воздушный собрались вместе и все ползут вот этим золотым медаль ком в общем как фантазия мне было такие ты раскрасила эту страницу я вообще красила просто на релаксе вот без какой-либо задумки просто красиво моя самая любимая иллюстрация в этой книге она почему-то и самая популярная в инстаграме не знаю правда почему но ее все обожают и я почему-то обожаю это она вышла потому что у меня фон не сросся фон тут первоначально был зелено-желтый какой-то красный хотел сделать необычные переходы но у меня ничего не получилось закрасила черным и сделала северное сияние золотой дракоши который мне еще до сих пор к сожалению не готов но надеюсь скоро скоро было бы время мой любимый лесовичок он кстати многим как я поняла понравился из-за вот этого свечения но выходит у меня они поэтому я очень-очень рада дальше была вот такая черепаха ее я чисто по приколу раскрасила я просто взяла книгу и раскрыла ее для себя на неожиданной странице это был мой такой своеобразный челлендж для самой себя ну вот так вот и получилось мне кажется вода вышла очень круто и вот это свечение от лампы тоже интересное поэтому как-то так тоже одна из моих любимейших работ это медуза мне нравится она у меня получилось змеи глаза вот прям все в таком стиле единым и все так хорошо сочетается поэтому я доволью анубис был раскрашен на марафон ольги ранее по египту довольно простенький я знаю что есть иллюстрации покруче моего анубиса дальше шла вот такая вот арахна ее я красила на марафон с ольгой и натальей и машей мне она не особо нравится я хотела ее удалить с инстаграма но все почему-то так заступились за эту арахну она всем так понравилась и я думаю ну блин раз людям нравится то какой смысл мне удалить ведь те иллюстрации которые я выкладываю я в принципе выкладываю для людей чтобы им нравилось все и последние скажем так две иллюстрации я их объединила можно сказать что это разворот в этой книге ее я не закончила русала я закончила правда он у меня вышел какого-то странного цвета и почему-то напоминает фантомас мне ну блин как напоминает а с девчонкой я тут конечно накосячила по полной лицо я испортила так что его просто невозможно было исправить пришлось мне дорисовывать якобы маску если кто смотрел фильм призрак оперы это приблизительно оттуда идея мной взята так что как-то так моя последняя книга кербе она в иностранном издании издание лом арт давайте начнем первая иллюстрация которую я тут раскрасила была вот такая вот мне очень нравится как она получилась я заодно попробовала держится тут акварель или нет она держится то есть не протекло ничего на другую сторону но тут я и брала минимальное количество воды и поэтому она не могла протечь никак вообще мне иллюстрация это очень безумно нравится потому что сейчас я вам покажу поближе тут свечение домики сам лис заяц я просто выделила все по отдельности и вышла вот такая вот красота но это по моим меркам красиво я не знаю как вам понравится такое или нет но мне очень нравится тут акварель карандаши и белая гелевая ручка потом шел вот такой вот по моему это гепард либо гепард либо пантер не гепард все-таки его я тоже красила на марафон но к сожалению он мне не очень сильно удался хотя переходы на фоне мне нравится хотя свечение от фонариков мне не особо получилось на нем изобразить его надо было делать гораздо темнее ну блин что-то я как-то лоханулась с этим в общем как так получилось далее тут тоже разворот давайте покажу сперва правую часть такой космический шлем в котором изображается какое-то сооружение мая как по мне захотелось мне раскрасить именно таких вот оттенках я думаю у меня хорошо получилось я тут в основном использовала розовый желтый синий фиолетовый в самом иллюминаторе сейчас вспоминаю вот эту вот песню земля иллюминаторе вот так что как-то так вы простите за перепада свет потому что на улице то темно то светло становится вот такая вот змейка тоже раскрашена на марафон ну с ней нету ничего особенного просто обычная змейка ну тут я еще не докрасила поэтому это и полноценно это картиной назвать нельзя так что не знаю что вам тут показать далее идут вот такие вот руки эту часть я раскрасила быстро и решила приступить ну сделать фоны для этой чтобы они смотрелись гармонично тут по сути дела акварель и сама рука карандаши с белой ручкой мне обычно не особо много материала надо поэтому мне как-то хватает укладываюсь ох мой вымоченный осьминог кракен или не кракен но я его называю но я называю его кракеном мне очень понравилась моя идея сделать его в таких оттенках хотя я знаю что наверное они довольно однообразные для всех осьминогов то есть этот оттенок не дает ничего нового иллюстрации но золотые домики мне кажется добавляют какую-то изюминку надеюсь вам так тоже кажется тоже одна из моих любимых иллюстраций вот этот глаз сразу после первой картинки которую я вам показала я кинулась красить его этот глаз он мне очень понравился в самом начале и получился он у меня так же круто и почему-то в инстаграме он тоже бомбанул мне это очень приятно хотя знаете вот реально по сути тут акварель и на сам зрачок идет немножко карандашей и немного белой ручки и все и вот вам готовая иллюстрация давайте начнем с аиста у меня получился вот так вот мне нравятся эти оттенки сейчас я вам его даже поближе покажу видите такое чувство как будто камера не особо сильно передает ну как-то вот так вот эта иллюстрация была точнее еще идет процесс раскрашена почти всеми сумеречными цветами которые у меня есть не знаю что у меня пробило на сумеречные ну и я их не так давно купила поэтому мне захотелось раскрасить именно в таких темных мрачных оттенках немного знаете напоминает город который погряз в грязи в дыму смоки не знаю может мне это чем-то навеяно и последняя моя иллюстрация вот такой вот черепок его я красила на марафон раннем Ольге тут акварель а сам череп это призма и белая гелевая ручка видите у меня фактически все стандартно идет одни и те же материалы идут в ход очень редко когда я что-то новое добавляю ну там инктенция вот такое а так ничего нового и решила я продлить этот черепок иллюстрации с ветками тут я уже сама листочки дорисовывала мне они показались уместны чтобы хоть как-то знаете заполнить фон потому что он выглядел очень пустым вот и надеюсь скоро закончить вот это деревце а на этом все всем огромное спасибо за просмотр мне очень приятно то что вы смотрите мой канал и смотрите мои видео пишите пожалуйста комментарии на основе них я хотя бы буду знать что вам интересно на моем канале по поводу видео о Ханиных работах я поняла что во всех очень заинтересовали светящиеся руки и вообще подсветка я обещаю для вас по крайней мере постараюсь снять такое видео потому что карандашами сейчас я в последнее время редко пользуюсь но я буду стараться в общем всем спасибо за просмотр до новых встреч всех люблю пока пока